Этот старинный особняк с белыми колоннами в центре Москвы притягивает взгляд многих, но зайти сюда решаются не все. И напрасно. Государственная научно-педагогическая библиотека имени Ушинского расположена в особняке Демидовых и открыта для всех желающих. Специалисты Одинцовских библиотек этой возможностью воспользовались. Коллеги показали все залы уникального здания. Трехэтажный особняк конца 18 века построен Амосом Прокофьевичем Демидовым, потомком богатейших горнодобывающих и оружейных фабрикантов России. В 42 году сюда переехал фонд тогда еще Государственной библиотеки по народному образованию. С тех пор здесь хранят не только бесценные книги библиотеки имени Ушинского. Берегут наследие, атмосферу, историю уникальной дворянской городской усадьбы. Несмотря на то, что мы привыкли видеть библиотеку сейчас уже современную, модернизированную, здесь мы видим уникальный образец сохранения объекта культурного наследия. Если в наших библиотеках мы максимально украшаем пространство, то здесь мы видим, насколько бережно сами библиотекари подходят к тому месту, в котором они работают, именно сохраняя то историческое достояние, в котором они находятся. Основанная в 1925 году библиотека насчитывает около полутора миллионов книг, журналов, газет, диссертаций по педагогике и психологии. Встретить бумажную картотеку, выдвижные деревянные ящики в наши дни большая редкость. Так называемое закрытое хранение книжного фонда словно возвращает в прошлое. Сами бумажные носители находятся в Демидовских подвалах. Увидеть их – большая удача. Три этажа под особняком доступны лишь сотрудникам. Чувствуешь, что соприкасаешься с историей. Очень приятно погрузиться в такое место, куда простому читателю вход закрыт. Какое богатство и какое наследие вообще существует в библиотеках, которыми мы можем воспользоваться. Издания 16-17 веков, труды величайших ученых, периодические дореволюционные издания, коллекции русских букварей. Сохранить это наследие и передать его другим поколениям – главная миссия библиотекарей. Библиотекарь – это тот человек, который вводит другого человека, помогает войти в мир книги, в мир литературы и в мир научной информации. Другое дело, с помощью каких инструментов это делают. Если раньше это было с помощью, я не знаю, картотек, карточек, генерального каталога, то есть сейчас все это существует в электронном виде, а существует самых различных, повторяю, этих обийских автоматизированных библиотекарь информационных систем. И это инструменты. Но суть профессии библиотекаря одна, чтобы люди продолжали читать. Сотрудники библиотеки Ушинского проводят кропотливую работу по оцифровке книг, привлечению новых читателей, особенно юного возраста. Возрождают культуру библиотечного чтения и любовь к книгам. Здесь действительно вдохновляешься, заряжаешься. Особая атмосфера вот этого исторического здания, да, уникальные фонды в два миллиона практически экземпляров. И когда видишь весь этот объем, и сотрудники библиотеки говорят, что они каждую книгу знают в лицо, и это действительно так, потому что они свободно рассказывают о фондах, об уникальных книгах, которые здесь есть, да, с любовью. Ну, в общем, восхищаешься и вдохновляешься, и вообще я потрясена. Вдохновленные с массой новых знаний сотрудники библиотек Одинцовского округа непременно используют полученный опыт в своей работе. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.